Это 19-я школа в 88-м квартале. На крыше образовательного учреждения неприметные прохожим усилители. Такие же установлены еще в десятках других школ, а также поликлиниках и воинских частях. При запуске системы оповещения именно из них ангарчане слышат сигналы сирены или голосовые сообщения. А вот так выглядит усилитель. Он гарантирует бесперебойную работу всего комплекса. Его обслуживание на плечах специалистов ГОЭЧС. Ранее система у нас была смонтирована еще в советские времена. Были установлены просто сирены Т-40, которые подавали оповещения для населения только звуковыми сигналами. В 2012 году она была модернизирована. Система П-166М позволяет передавать еще и речевые сообщения для населения путем доведения через пульт управления как с Иркутска, так и с Ангарска. Весь Ангарск как на ладони. На карте размещены все точки системы оповещения в округе. Каждая вещает в радиусе 500 метров. На сегодня их 64. В прошлом году добавились в таких отдаленных пунктах, как Ивановка, Чебогоры и Кимовка. В последний раз система модернизировалась в 2012 году. Бюджету Иркутской области это обошлось в 28 миллионов рублей. А вот обслуживанием аппаратуры занимается муниципалитет. На эти цели тратят по 2 миллиона в год. Только один блок усилителя стоит около 50 тысяч рублей. Раз в три месяца систему проверяют. О том, что в городе будут включены сирены, людей информируют заранее. К счастью, в реальной чрезвычайной ситуации систему применять не приходилось. У нас на территории чрезвычайных ситуаций такого глобального масштаба не зафиксировано. Использование системы оповещения это же чревато, потому что в избежание паники и других, как говорится, несанкционированных сработок у нас всегда при проверке идет заблаговременное оповещение населения. И случаев использования системы для оповещения населения об эвакуации, либо иных других мероприятиях гражданской обороны у нас она не использовалась на территории ОГО. В четверг 12 марта в 10 часов утра ангарчане услышат сирену и сообщение из громкоговорителей. Это вновь будет лишь техническое испытание, проверка работоспособности. Сигнал должен поступить в каждый район округа. Яна Попова, Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время.